всем привет команда панорама меня зовут павел переневский и сегодня у нас тех обзор джак джей 7 это лифтбек для нас премьера новинка вот такая реальность в 2022 году и 2023 что премьера у нас китайский теперь что будем смотреть мы традиционно посмотрим автомобиль поднимем на подъемник посмотрим что он из себя представляет снизу как он подготовлен к нашим условиям эксплуатации заглянем под капот и конечно же померяем лкп куда же без этого подробные обзоры тест-драйв джак джей 7 сергея мурашка можете найти на нашем канале youtube ну а сейчас поехали смотреть тех же джей 7 сегодня у нас на подъемнике и как обычно мы смотрим его снизу насколько он приспособлен к нашим условиям и в принципе какие-то технические особенности может быть хотя в принципе сразу скажу что никаких новшеств никакой революции здесь не подвесках я лично не ожидаю первое что бросается в глаза вот такая нижняя часть бампера которая из некрашенного пластика и конечно же это будет ну легким плюсом потому что машина все таки обычный автомобиль у которого дорожный просвет не слишком высокий если вы будете подъезжать бордюром ну как минимум не так страшно будет что-то тут немножко поцарапать дальше что видно два патрубка выхлопной системы это не бутафорские но выход из одной банки но опять таки так как машина не сильно мощная делать две полностью автономные трубы здесь действительно смысла никакого не было вид ну какой никакой имеет такой около спортивный скажем так свою функцию выполняет кроме того значит то что у нас здесь из плюсов наверное стоит отметить несмотря на в какой-то степени бюджетность автомобиля да это то что не балка там не какие-то такие мега бюджетные решения а независимая подвеска сзади правда хочу сказать что по подрамнику видимо для облегчения веса в общем некоторые пластины довольно тонкие в принципе по нагрузке я думаю это проблем не будет единственный момент что это надо защищать от коррозии потому что если все-таки это начнет корродировать то ну этот металл спасти будет тяжелее опять-таки для облегчения веса видимо задние сапфы сделаны из алюминия алюминиевого сплава какого-то и пожалуй у меня вопрос возникает как видите тут такое круглое отверстие ну как правило это намекает иногда на то что может быть полноприводная версия но в нашем случае нет никакого полного привода здесь не будет просто так вот конструктивно сделано продольный рычаг в общем все так по относительно классической схеме задней многоры чашки пожалуй единственное на чтобы хотелось здесь очень пристальное внимание обратить но здесь уже дилер наш сделал завода автомобиль идет без какого-то дополнительного антикора и здесь тогда появляется очень много открытых мест металла по нашим условиям по нашим солям зимам и так далее конечно это долго мне кажется противостоять не сможет коррозии и поэтому вот как здесь полностью за антикорен весь автомобиль то есть когда вы покупаете эту машину с нуля первое что вам надо сделать это грамотный хороший антикор потому что без него будет мне кажется тяжеловато здесь вот кстати говоря дилер заделал ну практически все наверное уязвимые места по крайней мере я не вижу чтобы здесь где такое открытое место было вот так примерно надо сделать и вам дальше бензобак без какой-либо защиты но опять-таки это не паркетник и внедорожник поэтому наверное я думаю тут и особо не было необходимости какой-то дополнительной защите дальше днище автомобиля опять-таки полностью открытая но как я уже сказал дилер все про антикорил поэтому здесь вот точно также должен выглядеть ваш автомобиль потому что посмотрите все вот это если вы не сделаете это все открытые участки металла да они будут где-то продуваться там скажем так если вы там едете то есть все это будет каким-то образом какая естественная вентиляция но наши соли не щадят никого и ничего поэтому антикор еще раз повторю дополнительно необходим так выхлопная система ну по большому счету усилителями ну почти вровень цеплять ничего не должно оторвать вы ее вряд ли оторвете плюс все-таки какой-то люфт имеется так мы подойдем наверное передней части значит впереди никаких опять-таки откровений стойки макферсон классика единственное что меня немножко улыбнуло то что система abs берет сигнал не с магнитных полосок как правило в современных автомобилях так принято а пошли китайцы по более такой старой классической проверенной схеме как вы видите такие перфорация нарезки на гранате наш руси и вот с нее берет сигнал принципе система довольно старая но с другой стороны она вполне себе рабочая надежная поэтому здесь не будем говорить что это плюс минус просто вот такой вот нюанс тормоза значит тормоза однопоршневые тоже принципе классика тут ничего особо наверное сказать по ним нечего в классе классический рычаг на двух соленблоках передний горизонтальный задний вертикальный такая же классика не добавить не убавить как говорится ну и по нижней части здесь моторного отсека наверное из плюсов небольших выделю то что поддон двигателя в принципе находится выше подрамника поэтому повредить тоже при при обычных условиях будет я думаю довольно сложно как вы видите никакой защиты нет она я так понимаю устанавливается опционально для тех кто этого кому это необходимо автомобиль повторюсь обычные классические переднеприводы никуда на бездорожье съезжать вы не будете поэтому если вы просто ездите по городу дополнительная защита возможно и не нужно так ну допустим замена масла в дальнейшем когда вы когда машина с гарантией сойдет тут не составляет вообще никаких проблем фильтр находится близко масло сливная пробка находится близко слил заменил все поехал дальше ну и единственное что периодически надо делать это посматривать особенно после истечения сроков гарантии на то не течет ли где-то не подтекает ли масло потому что в принципе у коробок вариаторов иногда такое случается и потеря масла именно в таких трансмиссиях конечно чревато выходом из строя поэтому если вы будете ездить аккуратно следить проводить техническое обслуживание вовремя вроде как вопросов быть не должно так по передней части такая же ситуация у нас я имею ввиду лонжероны антикор сделан и он необходим потому что здесь открытые места опять таки учитывая отсутствие какой-то даже хотя бы минимальной пластиковой защиты соль вода будет лететь сюда поэтому антикор сто процентов нужен ну и передняя часть бампер у нас уже передняя часть его крашеная поэтому к бордюрам каким-то неровностям подъезжать надо аккуратно иначе просто можно ободрать это все дело и учитывая то что здесь это все единый элемент то вам придется либо менять либо красить весь банк поэтому с передней частью аккуратно вот такой вот легкий пыльничек тут присутствует но именно вот эта губа она крашеная не сильно высоко над землей я подозреваю будет находиться поэтому с этим делом надо быть вот поаккуратней сзади чуть проще друзья jack j7 посмотрели по технической части что сразу же прошу отзывы реальных владельцев те кто уже приобрел кто уже ездил то возможно накатал 10-20 тысяч реальные плюсы и минусы пишите в комментариях под видео поверьте это важно и нам и зрителям важно чтобы вы поделились своими реальными отзывами серёж твои впечатления по технической части что это за пара у меня впечатление в принципе довольно так скажем ровные потому что здесь можно сказать все по классике это типичный хэтчбэк городской лифтбэк даже ну что лучше все-таки чем хэтчбэк ну это оставим эти споры для фанатов лифтбэка хэтчбэка неважно по мне это не сильно большая разница но тем не менее по подвеске здесь типичная классика спереди макферсон сзади многорычажка никаких новшеств нет но из другой стороны пожаловаться вроде бы особо и не на что потому что это классическая схема которая стоит на поголовном большинстве автомобилей и как мы понимаем она работает годами по сути проверено надежно классика снизу автомобиль как мы уже говорили нужно защитить дополнительно антикором потому что по нашим зимам к сожалению не выдерживает даже цинковка такая классическая то есть какое-то время она держит потом она к сожалению не сдается сыпьет соль а вот не сыпьет нам но не счастлива говорят машина за пару лет просто идет вся да и вы же да да поэтому самая наверное первая рекомендация которая от меня по крайней мере будет обязательно как только вы купили автомобиль сразу качественный подчеркну качественный антикор сделаете не в гараже где-то там кисточкой помазали это не спасет а хороший качественный антикор сделаете и это убережет автомобиль на гораздо дольшее время то есть у вас не будет проблем с коррозией кстати антикор делают и на фирменном сервис-центре кстати я уточнял по запчастям по расходникам марка достаточно новая но фактически месяц только как приставка такой месяц недель в беларуси но уже на 100 есть необходимые расходники необходимые запчасти поэтому здесь по идее вопросов нет неделя-две даже чего-то если они всегда можно достать ну а как будут ездить на твой взгляд чем кстати так скажем плюс ну на мой взгляд это такой классический лифтбэк наверное даже скорее семейный наверное машинка не маленькая это типичный сразу городской автомобиль никакого выезда с асфальта он не предполагает посадили семью куда-то поехали я не знаю по городу перемещаться с работы на работу деревню съездить ну что-то в этом роде вот примерно для для этих целей как мне кажется этот автомобиль будут брать все новинки все премьеры ну те которые есть ставите на нашем канале youtube автопанорама подписывайтесь если вы еще не подписались ставьте колокольчик на наши все обзоры и найдите больше фото больше отзывов в наших сетях во всех наших сетях начинает фейсбук а инстаграм одноклассников подписывайтесь будьте в нашей команде сергей мурашка павел кореневский всем пока